Что-то псевдоисторическое с элементами фэнтези. Очень понравилось обсуждение Гоблина на своем канале. Мне кажется, что проще купить гостиницу и не быть связанным. Пользуюсь Маркой и Томми Хелфигер. Салат и свеклы, как это ни странно, он мне очень нравится. Моя первая работа была следующей. Когда я учился в университете, я подрядился проверять тетрадки. Был такой заочный математический кружок, заочная математическая школа. И вот раз в месяц я брал стопку из ста тетрадей, проверял их, потом отвозил обратно. Так что это было довольно интересно для начала и увлечения, и работы. По поводу худшего фильма, я стараюсь не запоминать плохого, поэтому я вам не назову название. Это что-то псевдоисторическое с элементами фэнтези. И не вспомню. Очень понравилось обсуждение Гоблина на своем канале. Поэтому, слушайте, название выпало. Поэтому не скажу. Я стал директором, потому что, с одной стороны, так сложились обстоятельства, а с другой стороны, потому что у меня в жизни есть замечательный пример. Это человек, с которого я беру пример и стараюсь в чем-то его повторить. Это мой учитель Ильин Владимирович, в кабинете которого мы сейчас находимся. Он тоже был учитель математики, потом стал директором. Поэтому, в каком-то смысле, по этому пути иду я. Не совсем одно и то же, но просто компании бывают разные. Бывает коммерческая компания, основная цель которой это извлечение прибыли. Школы это все-таки не коммерческая, более того, и бюджетная организация. Поэтому, если говорить, ну так совсем уже, так сказать, на уровне таком банальном, то основная цель как раз директора школы не заработать, а потратить. С другой стороны, опять-таки, специфика работы школы, это работа с людьми, причем с людьми, как бы сказать, двух категорий. Это родители, это ученики. И вот, соответственно, чтобы все пришли к какому-то единому пониманию происходящего, вот здесь такой специфики, наверное, нет. То есть, я думаю, что у руководителя компании нет задачи, скажем, сделать хорошо детям, сотрудников этой компании. Ну так в целом. А, значит, вот руководство школы предполагает, что и ученики довольны, и родители счастливы. Поэтому, наверное, вот в этом специфика. Я люблю свеклу. Вот салат и свеклы, как это ни странно, да. Он мне очень нравится. Я думаю, что частные школы, конечно, нужны. И, значит, ну они нужны в первую очередь для того, что, к сожалению, там или к счастью, есть дети, которым нужна, ну, скажем так, более мягкая, более комфортная среда. Ну, в первую очередь, это связано с количеством человек в классе. Поэтому, да, частные школы нужны. Опять-таки, там конкретно никого называть не буду. В Петербурге они есть, и каждая школа пользуется, ну, скажем так, вниманием своего контингента. Знаете, это, значит, такой тоже вопрос неоднозначный. В каком-то смысле, я вот когда действительно веду разговоры о подчислении кого-то из учеников, чувствую себя в каком-то смысле хирургом или врачом. Что иногда, да, ты делаешь больно, ты, в общем, понимаешь это. Но с другой стороны, ну, очевидно, к нам иногда попадают ребята, которым не надо у нас здесь учиться. И вот эти мучения, значит, ну, они не нужны. Поэтому, да, это всегда сложно сказать. Ну, как-то так получается, что даже тех учеников, которые, ну, я учил сам, которые отчислялись, они как-то потом продолжали приходить, общаться, то есть связь не прерывалась. Поэтому я считаю, что вот это как бы идеал. Когда, да, ты с человеком расстаешься, но тем не менее он понимает, что это объективно, и, соответственно, ну, с пониманием к этому относится и продолжает общаться. Я думаю, что пока его преждевременно вводить по простой причине. Мне кажется, у нас нет квалифицированных специалистов, которые бы могли это, скажем так, грамотно донести. То есть просто поговорить об этом, но это будет либо вульгарщина какая-то, либо это будет, я не знаю, что-то там сверхнаучное. Поэтому вот думаю, что пока это не самое актуальное. Что же интересный вопрос? Было время, когда у нас были более или менее регулярные обмены. Теперь у нас, значит, обмены, скажем так, носят какой-то проектный характер. Ну, например, наши робототехники довольно часто бывают за границей, причем действительно по всему миру и, соответственно, обмениваются опытом, знанием с, ну, такими же ребятами абсолютно из любых стран мира. Если я правильно помню, относительно недавно Виталий Александрович Галинский, Екатерина Павловна Лузина выезжали в Финляндию тоже там с командой ребят, и тоже там происходил обмен. Поэтому, понимаете, обмену рознь. Я помню, там, 20 или, наверное, уже больше лет назад, когда, допустим, к нам приезжала группа ребят из Дании на неделю, и жили они у нас в семьях, а потом наши ребята ездили туда и тоже там жили. Ну, вот мой брат сейчас был в таком обмене. Ну, если честно, вот все-таки, мне кажется, что мы уже сейчас достаточно неплохо живем, и вот я не вижу необходимости принимать кого-то из Дании, чтобы потом поехать туда. То есть, ну, мне кажется, что проще купить гостиницу и не быть связанным вот такими условиями. Но, тем не менее, обмены есть. Ну, дальше все это, видимо, носит такой характер конъюнктуры. Если это будет востребовано, ну, значит, они опять возродятся. Если нет, то вот сейчас, как я уже сказал, там в проектном режиме это происходит. Ну, видите, тут действительно ситуация меняется. Каждый практически день какие-то методические рекомендации выходят. Ну, во-первых, мы будем как-то с вами чаще говорить про гигиену, здоровый образ жизни и прочие вещи. Ну, действительно, руки надо будет мыть, и школа будет обеспечена соответствующими устройствами и препаратами. Значит, мы будем обеззараживать воздух с помощью специальных приборов, рециркуляторов. То есть, какая-то дополнительная профилактика коронавируса, гриппа, ОРВИ и других вещей будет. В целом, я очень рассчитываю, что мы все-таки будем учиться очно, так как мы учились когда-то. Но, наверное, элементы какого-то дистанционного обучения тоже будут. Поэтому почти традиционно, я бы так сказал коротко. Хороший вопрос. Я в свое время, закончив тридцатку, тоже, скажем так, не очень сильно понял. Но у меня были добрые учителя, которые с пониманием к этому отношлись. Значит, я хорошо учился, у меня при всем том было, по-моему, четыре в эти стати. Но, значит, на самом деле, когда я поступил в университет и учился, и там мне понадобилось программирование просто для того, чтобы посчитать кусок своего дипломного проекта и потом уже диссертацию, я, в общем, на каком-то уровне это освоил. Поэтому здесь, значит, скажу, наверное, так, что программирование действительно сложная наука. Значит, еще одна из особенностей программирования, которая, значит, подкашивает, как я понимаю, многих учеников, там, скажем, ну, если вы, ну, фантазируя, допустим, на математике, значит, там, получили контрольную, там, из десяти задачи, там, сделали, допустим, пять, а еще у двух у вас есть какие-то мысли, идеи, вам за это что-то поставили. Программирование все достаточно жестко, как я понимаю, программа должна заработать. Поэтому просто знание, там, какого-то кода или еще чего-то, вот ты ошибся, там, в одном, не знаю, символе, и оно не пошло. Мы к этому не привыкли. То есть мы привыкли в целом, вот, поговорить, у нас все хорошо, там, процесс идет, значит, а тут надо, чтобы она заработала. И вот поэтому, значит, это дается сложно. Нет, ну, кроме того, опять-таки, действительно, здесь вас учат, ну, именно программированию, даже не информатики. И это уже профессиональные вещи, которые осваиваются сложно. Ну, знаете, как бы, скажу в заключение вот что. На самом деле, я так понимаю, что процентов 60 наших выпускников, особенно молодых, они все равно работают в IT. Поэтому, видимо, до всего надо дорасти. Так что... Ну, губернаторский статус дает много привилегий. Одна из привилегий, это то, что мы можем официально набирать вас по конкурсу. Таких школ в городе, если я правильно понимаю, ну, по пальцам одной руки, это первое. Второе, значит, наше финансирование, конечно, отличается от финансирования, скажем, обычной районной школы. Ну, кроме того, это какие-то возможности, связанные с тем, что просто тебя больше знают, ты знаешь больше людей и в городе, и в стране, и в мире. Поэтому это абсолютно точно хорошая история. Слушайте, ну, история 303-го кабинета такова. Значит, в этом кабинете наш учитель, Ильин Владимирович, про которого я уже говорил, в свое время работал, когда пришел сюда после окончания университета. Вот это был его рабочий кабинет, школа в то время, 30-е, она находилась в этом здании, только в этом. Ну, соответственно, вот он начинал здесь свой путь. Значит, к сожалению, Владимировича нет с нами, но, тем не менее, у него замечательные выпускники, которые его помнят, и они решили несколько лет назад этот кабинет, ну, вот как-то так преобразить, чтобы об их замечательном учителе осталась память материальная, не просто там, знаете, доска мемориальная, что здесь жила, работала, а вот сделать что-то такое, чем можно было бы пользоваться каждый день. Ну, поскольку, опять-таки, вот Владимирович тоже, значит, пришел к нам и наш выпускник, то, значит, вот вспоминая там различные, скажем так, истории, ситуации из его жизни, там его выпускники и одноклассники вспомнили вот эпизод, когда Владимирович, придя, значит, к нам сюда и понял, что в прошлой школе он был там просто лучший, перелучший, а здесь он совсем не лучший, он решил доказать своему учителю математики, Таиси Ивану Курсиш, что он тоже будет одним из лучших, поэтому он действительно написал такую записку, которая сейчас красуется на стене, и самое главное, он исполнил это обещание. Ну, после этого в качестве бонуса и приза, значит, Таиси Иван Курсиш, Владимир Ильича и других его одноклассников повела в горы на Кавказ, поэтому, значит, вот примерно так. Мне, конечно, понравилась роль, понравилась, нравится роль учителя, я считаю, что это лучшая роль. Честно могу сказать, что самые приятные минуты в школе, когда я в классе с учениками, значит, роль ученика мне тоже в свое время очень нравилась, но она, к сожалению, имеет ограничения возрастные, поэтому тут уже не повторишь. То, что касается роли директора, это очень специфично, то есть это действительно, это нельзя делать тоже без любви к этой роли, но это, как бы, так сказать, такое очень трудозатратное, энергоемкое, то есть вот она из тебя выбирает больше как-то силы и энергии, нет. А самое приятное, конечно, это учить. Слушайте, по поводу моих любимых брендов одежды, значит, не могу сказать, что я большой модник, вот, значит, в обычной жизни, ну, так опять-таки сложилось исторически, вот, там, для повседневной какой-то жизни. Я обычно пользуюсь Маркой и Томми Халфигер, поэтому дальше там, ну, надо смотреть, вот, что-то нравится, что-то не нравится. К сожалению, да, вот, Александр Васильев из меня не получится, не просвещу вас на этот счет. Ну, вот, в двух словах так. Ну, вот, мы в этом году действительно с осени попытаемся ввести, вот, так называемую финансовую грамотность. Я бы ввел ее. Мне казалось бы полезно ввести что-нибудь, связанное с психологией. Потому что, опять-таки, вот, все-таки, ну, какое-то хотя бы минимальное, минимальное знание по поводу того, как разбираться в себе, вот, наверное, это было бы полезно. Значит, у нас на самом деле есть практически все. Ну, и потом, не знаю, понимаете, вот, я для себя такой вывод делаю. Скажем, тот же, то есть не так важно направление кружка, как важно, важен преподаватель, важен человек, который его ведет. Понимаете, вот, Виталий Александрович Галинский, если он сам по себе личность, так, чтобы он не вел, все получат пользу и удовольствие. Поэтому его кружки, собственно, они, с одной стороны, так трудоемкие, с другой стороны, они так популярны. Сказать, что вот у меня есть какое-то... Нет, ну, если просто действительно у меня была бы мечта какой-то кружок бы открыть, мы бы его открыли. Вот, но... Вот пока, наверное, да, что-нибудь такое по практической психологии и вот финансовая грамотность, но это вроде должно случиться. Ну, самые масштабные, так, если мы говорим про мероприятия, это, наверное, 1 сентября ежегодно, но там просто присутствует больше всего народу. Значит, это, конечно, выпускные и последние звонки, но мне, вот то, что на меня произвело наибольшее впечатление, вот просто это вообще было неожиданностью для меня полнейшее, это наши новогодние балы. То есть это очень масштабно, это очень красиво, это очень современно. И самое главное, я просто не верил, что, допустим, у нас выйдет там 100 пар, абсолютно, ну, параллели разных, и сделает это вот так, как оно произошло. Поэтому, наверное, из самых масштабных мероприятий, которые мы все вместе организовали, это вот 2 новогодних балла. Так вот, не вспоминается что-то такое яркое, что можно было бы рассказать. Ну, там, допустим, более-менее регулярно там кто-нибудь путает мое имя, отчество. Ну, я говорю, что я откликаюсь на все по этому, это вообще не проблема. Но вот такого что-то одного нет, не припомню. Про запретные темы для юмора я думаю так. Мне кажется, что все зависит от, скажем так, качества этого юмора. Потому что можно взять какую-нибудь совершенно, я не знаю, тему, которая, ну, проста, понятна, казалось бы, и, в общем, трудно найти подвох, но умельцы иногда делают это. Поэтому, мне кажется, это связано не с темами. Значит, обо всем можно разговаривать, в том числе и шутить. Но просто это надо делать достаточно деликатно и корректно. Ну, вы знаете, к сожалению, действительно, специфика иногда нашего образования, она такова, что ты становишься односторонним специалистом. А опыт показывает, ну, действительно, на примере того же Эйнштейна, что, там, игра на скрипке, она помогает и физике. Поэтому это только иллюзия, что вот физикам нужна только физика и математика, и ничего больше. Поэтому, я думаю, что просто для того, чтобы гармонично развивался человек, чтобы оба полушария головного мозга как-то вот были лучше развиты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...